Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня мы с вами в Заре. А да, забыла свое приветствие. Всем привет от Диты из Солнечной Канады. Так вот, мы сегодня с вами в Заре снова. Дело в том, что я предыдущий мой влог снимала о том, как я искала подарок, украшения своей подруге. И вот, естественно, бегая по молам, я, конечно же, не могла пройти мимо Зары. Особенно учитывая, что сейчас много уже вещей выходит на сейл, на распродажу. Плюс черная пьяница впереди, да, собственно, вот на этой неделе уже. И, в общем, мне захотелось посмотреть, кое-что примерить. И я, таким образом, начинаю такую серию репортажей из Зары о первых распродажах, о начинающихся распродажах в Заре. А сегодня у нас будет разговор про платья, конечно же. Первое, что я решила померить и показать вам, это мой любимый формат одежды. Платья, вы знаете, я считаю заслуженно, что они мне больше всего идут и подходят. Поэтому я вот решила начать с платьев. Они сейчас есть на сейле по 29-39 долларов. И, в общем-то, такие красивые романтичные платья, но вы увидите. Я еще вот что хотела сказать, что я сегодня буду такой всадник с головы. Все мои видео, все мое видео будет запись меня от плечей и ниже. Дело в том, что я, в общем, выскочила за подарком для своей подруги, не красилась, не накладывала никакой мейкап. И выгляжу я так себе не очень. Но даже дело не в этом. А я вам честно признаю, что за несколько дней до этого, накануне, я совершила своим лицом некоторые косметические процедуры. Вот честно вам говорю, как на духу, ничего не скрываю. И моя физиономия была покрыта синяками. В общем, что было совсем-совсем не камильфо. Я, честно говоря, не наносила мейкап, потому что все равно я в маске по магазину хожу, и никто эти синяки не увидит. А о том, что я забегу поснимать видео, примерить платье, я как-то не подумала. Ну, вот так вот и вышло. Поэтому я себя снимала от плечей и ниже, лица моего не будет. Ну, вы мое лицо знаете, поэтому представьте себе, нарисуйте, дорисуйте картину, так сказать. Ну и вот я. Сегодня я не фэшн. Я сегодня в джинсах, в свитере, в ботинках абсолютно таких без каблука, потому что вышла побегать по магазинам. И, в общем, хотела, чтобы мне было просто удобно и комфортно. И никаких, конечно, каблуков, никаких платьев, никаких юбок, потому что к тому же было холодно в этот день. И, в общем, оделась я так обычно. Первое, это даже не платье. Это, наверное, платье или не платье. Это такое платье-свитер. Я посмотрела его состав. Ну, состав печальный, конечно, акрил на полиэстрии, полиэстером погоняет. Я решила сначала его примерить, как свитер. Вот. И оно, конечно, мне маленькое. Это размер medium. Мне надо было по меньшей мере large, а то, может быть, даже и extra large. Потому что очень уж оно как-то облегает меня и обтягивает. Совсем это не модно, не актуально сейчас. Да и, собственно, мне не нравится, потому как подчеркивает, что не надо. И что надо, и не надо. В общем, не понравилось мне. Но, тем не менее, я решила примерить его, это платье, как платье без джинс. Тоже мне не понравилось, потому что оно мне, конечно, маловато. Оно должно было быть более объемным и, может быть, немножко подлиннее. Конечно, надо было его носить с черными колготами непрозрачными. Так, без колгот это вообще как-то совсем не очень. И, конечно, оно мне узковато. Но при этом, знаете, вот, если честно, мне понравился цвет. Такой зеленовато-болотный. Вполне-вполне неплохой. Ну, конечно, больше размер надо было. И, может быть, не для меня, а для другой девушки. Следующее платье. Это платье расцветка под змею, что очень, конечно, модно было несколько лет назад. И, наверное, продолжает быть модным. Но, если честно, для меня все эти анималистичные принты как бы никогда из моды не выходили, никогда не выйдут, на мой взгляд. Значит, это размер медиум. Стоит оно 29 долларов. Стоило 79. И вот оно уже идет с поясом. Билд-ин пояс, как это у нас называют. То есть, встроенный пояс уже продается платье прямо с поясом. И я вам хочу вот что сказать. Что в Заре обычно все эти платья с поясами, пояс это просто, он был совершенно никудышный. Его просто надо было выбросить сразу. А в этом платье пояс очень хороший. Вот, действительно, хороший, плотный. И такой, знаете, такой очень такой из толстой клеенки. Конечно, это не кожа, но хорошего качества. Вот, действительно, хорошего качества. Красивая такая пряжка металлическая, серого цвета. Я вообще, как бы, покупая платье за 29 долларов, вам еще дают бесплатно, можно сказать, хороший такой пояс. То я считаю, что это очень выгодная покупка. Сидит оно неплохо. Выглядит оно совсем неплохо. Я, как бы, сказала, это размер М, медиум. Сверху оно такое, знаете, круглое горлочко. Половина на завязочках. Их можно развязать, их можно завязать, как хотите. В принципе, можно его, наверное, носить без пояса, но я не думаю. Я думаю, что с поясом лучше. Внизу такой валан, такой, знаете, немножко такое деревенское крестьянское платье, но под змею. Следующее деревенское крестьянское платье я имею в виду в смысле расцветки и фасона. Такой, знаете, мелкий цветочек черный, черное платье. Сколько оно стоило? По-моему, тоже 29. И это размер не вижу. Мне кажется, large. Да, я думаю, что это large. Значит, сверху оно прозрачное. Потом на поясе такая широкая резинка. И юбка сделана с подкладкой. Вот я сейчас пытаюсь показать. Вот, видите, внизу там черная такая подкладка, пришита там, где юбка. Красивый пышный рукав на манжете. И, в общем, такой большой вырез. Ну, в принципе, его можно, так, знаете, булавочкой заколоть или даже зашить или какую-то брошку одеть. Мы любим брошки. Вот. Сидит оно тоже неплохо. Это размер large. Платье такое, знаете, его вполне можно носить зимой. Ну, как зимой? Ну, не канадской зимой, конечно, но, вот, скажем, поздней осенью можно носить такое платье, потому что расцветка у него такая зимняя. Черная, мелкий цветочек. Это тоже очень модно было в прошлом сезоне. Может быть, в этом тоже. Но не суть. Мне, на самом деле, это не важно. Потому что мне, если расцветка нравится, мне совершенно не важно, модная она или нет. Я, например, платье в горошек ношу всю жизнь. Совершенно не важно, входят они в моду. Они периодически входят и выходят. Но я продолжаю их носить совершенно вне всякой связи с тем, в моде они или нет. Следующее платье. Платье зеленое. Вы, может быть, его узнали. Я в предыдущем своем влоге в Заре, где я примеряла кардиганы и свитера, я его прикладывала к себе в Заре. Но я не взяла его мерить, потому что оно было размер medium. И я так подумала, что оно у меня будет маленькое. А это я нашла размер large. Я, конечно, взяла его с собой в примерочную померить, потому что оно зеленое. Это уже достаточная причина для меня, для того, чтобы мерить это платье. И вот, кстати, очень-очень посмотрите, какой красивый цвет. Там на вешалке оно висело. Все-таки как все зависит от освещения. Там цвет был совсем другой. А здесь, посмотрите, вот цвет виден и цвет очень красивый. Тоже, как всегда в Заре, огромный вырез. Но его абсолютно спокойно можно вот так зашить сверху, подхватить на одну нитку. И он будет, так сказать, вполне нормальный вырез, не очень большой. И при этом у вас вполне пролезет голова в него. Вам не нужно там никаких пуговиц, никаких крючков. Я думаю, что вполне можно просто зашить ниточкой, и будет прекрасно и замечательно. Очень красивое платье. Мне оно очень понравилось. Оно очень красиво сидит. Благодаря вот этой своей плессировке. Причем оно такое плессированное сверху и снизу. И прозрачный руках с плессированным таким манжетом. Ну, действительно, красивое платье. Тем более, цвет такой потрясающий. Мне очень оно понравилось. Я, конечно, не устояла, потому что цвет зеленый. И, в общем, сидит хорошо. Красивое платье. Очень в моем стиле, в моем вкусе. Все, как я люблю. Ну, конечно, сейчас зимой в нем, наверное, будет прохладно. Но ничего, мы подождем до весны и поносим его весной. Следующее еще одно платье. Потрясающе, потрясающе красивого винного цвета. Оно немножко отличается от предыдущих платьев тем, что оно сделано из такого тяжелого толстого атласа. И немножко другой фасон. У него юбка не собирается на резинке, а просто такая, как солнце-клеш, расклешанная от талии. И это уже размер медиум. И стоит оно 39 долларов. Я почему взяла медиум? Потому что я на вид увидела, что оно не маленькое, оно такое широкое. Но, как вы видите, вот оно хорошо довольно на меня село. Ну, заре, как всегда. То есть, размеры всякие разные могут быть. Все надо мерить. Очень красивое платье. Очень мне понравилось оно. Сверху оно сделано такой вырез. Сверху маленький воротничок и несколько пуговиц идут до талии. И от талии, как вы видите, оно расклешенное. Очень красивый рукав, пышный на манжете. На манжете тоже такие маленькие пуговки. Немножко я бы сказала, что оно нарядное даже. Потому что у него такое, знаете, сзади оно длиннее, чуть-чуть спереди короче. И выглядит, на мой взгляд, оно, в принципе, вполне-вполне сойдет за вечернее платье. Благодаря цвету и благодаря ткани. Вот этот атлас, он всегда выглядит более нарядно. Такое, знаете, потом оно однотонное. Я вообще вам хочу сказать, что однотонное платье, как правило, они выглядят более нарядно и более торжественно и празднично, чем платье с каким-то рисунком, с каким-то принтом. Ну, в общем, разные бывают. Есть с принтом очень нарядное платье. Но если вот так, in general, говорить, что платье однотонное, они выглядят намного-намного более нарядно и красиво. Платье очень красивое. Платье мне очень-очень понравилось. Я решила еще прогуляться по залу, посмотреть, что там еще есть. Вот этот свитер красный. Мне понравился его цвет. Кстати, он сейчас вышел на сейл. Тогда, когда я была в магазине, он еще не был на сейле. Потом еще снова воротники, свитера с воротниками. Я уже примеряла такого типа свитера. Он мне не очень подходил. Но, тем не менее, не понравился он на мне. Но, мне кажется, вот еще хочу примерить. Мне понравился вот этот собор. И нравится мне вот этот фасон. И нравится мне эта идея. Потом, что там еще было. Ну, как всегда, вот эти вот толстые вязкие свитера. Это сейчас очень модно. Их очень много везде. И в Заре, и в H&M, во всех масс-маркетах, вообще во всех магазинах. Такой, как домашний вязкий свитер. Плюс, к тому же, он поло с воротничком на пуговичках. Это тоже как бы два тренда в одном сочетании. И третий тренд. Это вот такие вот красивые пуговицы, как будто бы украшения. Как будто бы сделаны из бусин, стразов. В общем, как будто бы украшения на одежде уже сделаны из пуговицы. То есть, не требует никаких брошек, никаких ожерельей. И, в принципе, вы уже как бы all set up, что называется. В общем, было много чего хорошего. Посмотрите, какая миленькая сумочка. Она, по-моему, атласная была. Ну, такая вечерняя-вечерняя. Очень симпатичная мешочек такой. Понравилась мне эта сумочка. Было бы еще куда с ней ходить. Вечерняя сумочка на вечерние мероприятия, когда они, наконец, у нас начнутся снова. Не знаю, даже трудно. Даже не могу предположить, когда. И вот этот тоже на сейле. Он из мелкого такого вельвета, пиджак, пальто. Такое очень мне понравилось. Очень красивый. Все, дорогие девочки и мальчики. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравился мой обзор. Увидимся в следующем видео уже совсем скоро. Пока-пока. Люблю, целую. Пока-пока.